Ну что там? Что ты видишь? Я вижу один момент. Украина выдыхается. Стройностью логической цепочки повержен я. Победа все непременно будет за нами. А можно как-то победителем собираться не в подвале? И прямо сейчас на фронте мы перемалываем врага. Соболезно. Ну, в смысле, не прямо сейчас соболезно. Ну, скоро буду. Вот, война должна закончиться победой. Это и оптимист. Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете, нашего Шекспира? Перефразируя Шекспира, у которого, как мы помним, была чума на оба ваших дома, мне хочется сказать выздоровление на оба ваших дома. Как говорила моя бабуля, свежая моча лучше врача. Я думаю, что вообще, когда мы узнаем наши безвозвратные потери, у многих волосы дыбом станут. А вот лисину, кажут, волосы можно пересадить только сраки. Но тогда твоим мискам будет прохолодно. Я абсолютно уверена в том, что западноамериканская, в том числе, помощь, они разве что продлят огонью. Хватит. Кончай мозгами скрипеть, п'балда. Но мы обязательно победим, потому что иначе и быть не может. Чё ты не уверена, как ты говоришь? А вот эти вот все подачки, сколько бы их ни было, они не помогут. Биль в колинах тревожит. Колин Валдо поможет. Потому что никогда нельзя воевать с Россией. А можно тебе на две-три трыньюленки? То, что взято с бою, то и наше. Это что, для детей? Это сабелька. Навсегда. Эй, навсегда дохуя долго получается. Слушайте, в кои-то веки у нас власть настолько вот здравомыслящая. Это анонимная группа интриганов, захватившая власть. Некоторые из них искренне считают себя благодетелями Отечества. Но в основном это хапуги. Я иногда прям не верю. Ты привносишь в любой бред сладкий оттенок кошмара. Украину придумал Ленин, причем придумал ее именно вот в такой вот самой там жуткой, самой какой-то инфернальной версии. Чуешь ты, придумщик? А нашу выгадывать и те, что уже давно иснует. Украинские соседи хотят декоммунизации. Ну давайте мы им устроим настоящую декоммунизацию. А своя не можешь придумать, попугай? Есть ли на Украине кто-то, кто способен адекватно вообще оценивать Россию? Триста лет не осталось. Поэтому нам надо понимать, наши границы по Мексике! А вот, подешелся, как кричишь? Психованы. Наши границы там? Тут два разы впасти и уже там, да? Да, два с половиной. Где будет обеспечена безопасность нашей страны. Ты чего такой злый? Небо тебе в кашене понасырали. Кто он с Бадуна? Мабуть, ура порченые пшеницы нажрался. Если необходим Атлантический океан, значит Атлантический океан. Ну, як кажуть, у нас в Краине стадион, так стадион.